В ноябре госкомпания «Автодор» открыла третий, самый протяженный участок центральной кольцевой автодороги. Он проходит параллельно Малой Бетонке по северу Московской области, соединяя трассы М11 Нева и М7 Волга. Уже в первый день на магистраль выехало более трех тысяч автомобилей, и сейчас трафик продолжает расти. Область ждала этого события, и, собственно говоря, по прошествии уже на сегодняшний день полутора месяцев эксплуатации, мы заметили, что спрос, который возник на участок в первый день, до сих пор продолжает увеличиваться, и с вводом следующих поисковых комплексов только будет продолжать набирать обороты. В последние дни уходящего года госкомпания ввела в эксплуатацию еще 170 километров центральной кольцевой дороги. Отныне водители могут проехать по новой трассе более 300 километров. В 2021 году дорожники построят еще 25 километров между Калужским шоссе и дорогой М2 Крым, и кольцо замкнется. ЦКАД призван в первую очередь разгрузить малую и большую Бетонке, а также МКАД. Новая трасса позволяет значительно быстрее добираться с одного конца области на другой. Если сейчас водитель ехал бы по А-107, он ехал бы через развязки Новоегорьевское шоссе, которое очень довольно-таки проблематично и всегда в пробках стоит, ехал бы через бронницы, через светофоры, стоял бы там тоже в пробках, он бы затрачивал порядка двух-трех часов. Соответственно, у нас дорога автомагистрали, без пересечения в одном уровне. Скорость у нас разрешенная будет 110 км в час, поэтому 97 км это позволит преодолеть порядка 50 минут. Все участки, помимо ЦКАД-5, платные. Рассчитаться за проезд можно, купив электронный билет или по транспондеру ТИПАС. В последнем случае автомобилисту полагается скидка от 15 до 50% от базового тарифа в зависимости от длины маршрута. Вот, собственно, тот транспондер, который можно использовать на ЦКАДе. Это специальная серия, выпущенная под старт ЦКАД, как вы видите, она с специальной символикой, нанесенной на него. Функционально, конечно, он такой же, как и остальные, и он позволяет получить скидку при проезде. Скидка каскадная, причем она действует сейчас на третьем, а с запуском четвертого пускового комплекса ЦКАДа она будет распространяться на него, а далее на весь ЦКАД в целом. К слову, платить за проезд по новым участкам ЦКАД-4 и ЦКАД-1 понадобится только после новогодних праздников.